Рифмабол. Ям против Хоррея. Начнём с короткого творения Владимира Семёнова. Томится в темнице фанат молодой, посажен в неволю французской ордой. Накормит баландой лягушками гады, пусть будут мягкими железные нары. Здорово. На 5-5-3-3 пришло. В начале слова «Спорт» сообщение «Сижу я в темнице, уютный французской обед не сравнить с баландой русской. Комфортные нары и евро неволе, по заграницам отъездился Коля». Едем дальше, Алексей. На нарах в темнице болельщик томится. Баландой французской его угостят. Нам, русским, свобода, пуще неволе. Я верю, отпустят, поймут и простят. Короткие стихотворения сегодня-то из-за честного. Ну вот лучи поддержки, просто пошли. Простят, хорошо. После игры «Словакия» с Россией в темнице тихим летним вечерком сидели два богатых футболиста, баланду запивали коньяком. И вдруг один спросил, а где мы будем, когда костлявая забьет нам гол, что после смерти обретают люди? И интересно, есть ли там футбол? Второй сказал, давай договоримся, из нас туда, кто первым попадет, другому постарается и яйца, и в курс событий кореша ведет. На том и порешили, дни летели, по одному справляли 40 дней, другой, добравшись как-то до постели, увидел призрак у своих дверей. Я обещала, тут начало дворога в ответном приглашении присесть, сказать тебе, что я узнала Бога. Футбол в потустороннем мире есть. Вторая новость о тебе, невольник, он грустно произнес на нары, встав. С Уэльсом мы играем в понедельник, и ты заявлен в основной состав. Понятно. Идем дальше. От нашего радиопоэта с последними цифрами номера 62-50. В темнице наш локо, в неволе Спартак. На нарах томится наш русский общак. Баланды прошлись по Европе они, бежали как мыши, английские псы. И будут их помнить французы всегда, и станет в Марселе теперь тишина. Ну, Спартак пока, значит, все-таки не замазан. Сроки получили люди, скажем так, аффилированные с локомотивом «Динамо» и «Тульским арсеналом». Давайте пока Спартак не будем трогать. Егор Коваленко. Нравится песня про Чебурашку всем. Я был когда-то странным фанатом безымянным, которому на евро никто не подходил. Теперь я чудо-раша, избили англичашек, в неволю посадили, в темницу упекли. Теперь я чудо-раша, избили англичашек, на нары посадили, баланды принесли. Вот и все. Какая-то бесчувство исполняется. Антон Ермаков, наш постоянный радиопоэт, и один из лидеров общего зачета Кубка Рифмобола. Французская темница, баланду принесли. Четыре осьминога с оливками внутри. Запить козлы не дали нормального пивка. Вина стакан, ну что вы, не надо нам плевка. В неволе очень страшно, и нары без массажа. Построили темницу, вы что не у пассажа? Французам издеваться, вы только бы над нами. Приедете в Россию, мы встретим вас цветами. Вау. Угроза. В конце такая завуалированная угроза. Да почему угроза? Действительно, ты знаешь, сейчас в социальных сетях пишут, что после Евро не футболистов будут встречать, а болельщиков в аэропорту, наши россияне, с цветами и аплодисментами. Дмитрий, приехал... Мы за добро. Мы за добро. Конечно, конечно. Приехал посмотреть футбол, зачем-то раньше вышел в город, хотел попить пивка спокойно. Ведь первый матч, отличный повод, одна, вторая, третья, пять, и вот уже сидим компашкой. Один знакомый захмелел, стал ворковать с английской пташкой. Минуту две или полчаса, вдруг озлобленные люди на нас кричат издалека, похоже, сейчас будут утюжить. Наша компашка протрезвела, один гитару где-то взял, шарахнул по макушке смело и за подмогу убежал. Дальнейшее развитие драки я смутно помню. Пьяный был наутро, только просыпаюсь, темница, нары, все, приплыл. В неволе просидел недолго, баланда местная, вкусна. Один совет скажу, ребята, не пейте много никогда. Вот, так, назначаю фаворитом. Хорошо. Вот этого радиопоэта. Идем дальше, еще один Дмитрий. Темница, неволя, баланда и нары. Там Магадан, а совсем не Канары. При шухере быстро редиски канают, остальные стоят, потому попадают. Туда, где сидеть, это вряд ли приятно, и очень охота вернуться обратно. Ведь в клеточку лучше играть на бумаге. Там дух проверяется, сила отваги. Остаться не кинув братву человеком. На воле-то сложно, не то что для зэка. Угу, Татьяна написала. Сильно, сильно. Да, да, здорово. Светит невеселая звезда. Неужели скоро будем дома? Хмурые чужие города. Бьюти-фри закрыт в аэродромах. Но неумываем мы в дожди. С тренером идем встречать рассветы. Светы, мы уже в Тулузу на пути. Там с валийцами нас ждут сюжеты. Ну там, надежда, наш компас земной. Мы волю проявим и смелость. Из песни пойдем храбробой, чтобы в ней о победе лишь пелось. Ты поверь, валийцы не страшны. Было не терять лишь из виду. И у них болельщики грозны. Есть у них на Англию обиды. Но о наших будем год мы ждать. Тоже были с Англией упрямы. Будем в скайпе письма им писать. И смотреть скупые инстаграммы. Ты почти Анна Герман. Ну да. Так, и быстренько от Дмитрия Спирни, по-моему, не прозвучало еще. Я волком бы выгрыз весь фанатизм. К фанатам почтения нет. В любую темницу на нары катись. Зачем ты приехал на евро? По длинному полю травы и границ футбол протекает редко. Фанат же приходит за час до игры. И то их сажают в клетку. Хотя отношения разные тут. Английских жалеют смело. Полякам в лицо наплюют, не боясь. А наших посадят за дело. В неволе сидеть не впервые мне. Баланду хлебаю смело. Я бился с английской ордой. Навешал я им за дело. Я достаю из широких штанин. Француз достает из узких. Слышь ты, шираковский гражданин. Не провоцируй русских. Здорово. Класс уровень. Пора подводить итоги. Ну, вот последнее мощно. Прямо честно скажу. Но дело в том, когда ты сказал, что назначаем его одним из возможных победителей, это тоже был Дмитрий Пермь. Понимаешь? Он прислал два стихотворения. Ого. Да. И через 10 минут. То есть 10 минут ему нужно на сотворение вот этого прекрасного. Король, король. Плодовит, однако. Дело в том, что так как я женщина, нахожусь в присутствии мужчины в мужском коллективе, я предлагаю отдать все-таки приз Татьяне. Как ты думаешь? Хорошо. Которая прислала нам песню вот про звезду и надежда. Давай так, Дмитрия объявляем королем, а Татьяну объявляем победительницей. Ура! Да. Спорт.ФМ. Будь первым.